Всем привет! С вами Зосим Максим на канале Персептрон. И сегодня у нас интервью с украинским производителем роботов с технологией автоматического управления. Ну что, погнали! Вот это мы погнали. Можно быстрее, но стрёмно. Мы в гостях у компании SB Robotics. И с нами послух Юрий, директор по маркетингу компании. AGV. Юрий, что это? Расскажите в двух словах и о чём это. Ну, этот тренд, в принципе, появился в мире около пяти лет назад. Я имею в виду, появился уже с реальными образцами действующих моделей. Так называемые автоматически управляемые машины. В принципе, что это такое? Это роботы в полном понимании этого слова. То есть это не дистанционно управляемые модельки, а модели, действующие механизмы, которые работают по определённому алгоритму, без участия человека. То есть то, что и является, в принципе, характеристикой робота. Мы должны идти к тому, чтобы заменить какой-то процесс, который раньше делал человек. Со всеми его плюсами и минусами. Потому модель платформы, которая может агрегатироваться, допустим, буксирующим устройством. Может агрегатироваться конвейером. То есть это не столом, а конвейером, когда уже это зацикливается в какой-то алгоритм. Может агрегатироваться подъёмничком. То есть это будет похоже на амазоновское решение. И чем-либо угодно. Когда смотришь решение Амазона, у них эти тележки перемещаются вместе с самим стеллажом. Но у них нет заданного алгоритма. То есть этот алгоритм простраивается, исходя из их заказов. Как здесь происходит? Точно так же. Точно так же. Это алгоритм. Он едет. Он получает сигнал на датчик от линии. Так же на линии находятся меточки. В тех местах, где нам гипотетически надо сделать какое-то действие. Теперь есть развилки в путях. Тоже мы можем запрограммировать, как он себя ведёт на развилках. Теперь он может стоять, груз перемещать, увеличивать, уменьшать скорость. Может поворачиваться на какой-то градус. На угол какой-то. А теперь у нас существует 10-20 складских программ. Которые перемещают грузы на складе, на предприятии. Если наш робот получает команду от этой программы, по передатчику. То есть он всё равно получает команду либо остановиться там, либо разгрузить, либо повернуть туда. То есть он получает команду либо плюс, либо минус. Право-влево. Если мы знаем, где этот груз получен и куда его надо отвезти, то робот найдёт этот путь. Какова себестоимость доставки с точки А в точку Б в итоге получается? Себестоимость доставки это стоимость электроэнергии. Допустим, вот он у нас работает без подзарядки. От 8 до, может, до 24 часов. В зависимости от насыщенности работы. Но сколько у нас? 10 копеек киловатт стоит. Это небольшое лукавство, потому что сама платформа стоит 10 тысяч долларов. Совершенно верно. И, соответственно, вот эта стоимость и равно раскладывается. А вот смотрите, ну я сейчас просто по... Вот у нас практические запросы какие были, да? Робот заменял 5 грузчиков, которые перевозят. Мы берём просто зарплату грузчика самого простого. Там 5, пускай, 8 тысяч гривен он получает в месяц. Такой дешёвый грузчик. Вот у нас, допустим, 8 тысяч гривен зарплата. 80 тысяч в 10 месяцев. Умножаем на 5. Получаем там 400 тысяч гривен. Решение стоило, ну вот у нас там базовая модель плюс проложение линии и прочее. Там, допустим, где-то чуть больше 300 тысяч гривен. То есть у нас менее чем за 10 месяцев получалась окупаемость просто по зарплате. Есть база самой тележки, я так понимаю. И есть база, которая выполняет разные функции сверху. Совершенно верно. Если надо возить что-то легче, что-то быстрее, или что-то тяжелее, или быстрее. То есть, ну это будут другие варианты. То есть, допустим, у нас есть решение на Мекану, на так называемых колёсах, всенаправленные колёса. Вот такие платформы. Это будет ещё одно решение. Вот Року, которую мы дорабатываем, это будет ещё решение. Есть ещё одно устройство. Я не смог запомнить, как оно называется. Сейчас нам Юрий поможет. Ну, назовём это автономный универсальный перевозчик палет. То есть, он будет действовать точно так же, как наша платформа, но возить будет палеты, которые и представлены в основном в логистике, на складах, в предприятиях. То есть, все грузы находятся на палете. И вот эта вот штука будет возить автономно эти палеты с грузом. Это уже готовый, законченный образец, или он в процессе пока ещё разработки? Конечно, в процессе разработки. То есть, мы планируем его за несколько месяцев завершить и протестить, но, наверное, у нашего главного партнёра. Мы всё-таки предлагаем не масс-производство этих штучек, да? А... Под задачу. А под задачу. Есть технологические кейсы, когда сверху площадки устанавливаются роборуки, так называемые. Есть такие кейсы в Украине или нет? Нет, в Украине нет. Мы говорили с производителями, но, скорее всего, это будут не роборуки, а, может быть, есть другие варианты с помощью, там, больше похоже даже на 3D-принтер, такое перемещение по трём или пяти осям. Это дешевле вариант, но в Украине начали уже такое производить, если говорить чисто об украинском производстве. И у нас есть предложение одно повторить такую руку японскую. Методы навигации. Четыре метода навигации в основном используются в платформах. Есть оптическая линия, просто белая линия, оптический датчик. Второе, это будет магнитная полоса и магнитный датчик. Встроенные в полупровода на самом деле используются для стационарных таких проектов. Это практически то же, что и магнитное. Правильно понял, есть два метода, то есть одновременно одна площадка используется сразу два метода. Как минимум два, часто это три метода, да, три зоны контроля. Ещё есть один метод, это анализ оптического потока, это камеры. Optical flow называется. Анализ оптического потока, который установлен в платформе или есть внешний? Смотрите, да, совершенно верно. Он анализировать может, допустим, он проезжает, да, анализирует, что вокруг находится. Хорошо, когда есть какие-то чёткие данные по внешней среде, скажем так. И может анализировать, допустим, что-то похожее на QR-код большой, но не синяя. Допустим, вот как дроны работают с Optical flow. Анализируя оптический поток, камеры определяют, где они находятся относительно вот этого, скажем, графического элемента. Второй вопрос, который связан с навигацией, это безопасность. Остановка перед человеком или препятствие? Инфракрасные датчики. Если мы сейчас поставим сюда, начинает загораться. Давайте поподтестим. Сейчас останусь без ноги. Не туда. Страшно. Но сработало. Есть ли там погрешности, ошибки? То есть, если на тебя наедут 800 килограмм тележек, будет как-то нехорошо. Абсолютно нет. Вот даже на этом, видите, это датчика по 4, по 5. Их впереди, сзади, по периметру может быть. То есть, если один датчик даже сделает погрешность, то их же есть 5. С навигацией понятно применение. Есть, то есть, мы пока говорили о двух, там, рекламное, логистическое, но на самом деле их больше. Совершенно верно. Опасное производство зачастую? Опасное, конечно. Опасное производство. И я вам скажу, даже не только опасное, а производство или же предприятие, где вообще нежелательные люди. Необязательно из-за опасности для людей. Ну, вот проект... А где нежелательные люди? А вот я вам скажу, где. В НАУ, там есть какой-то такой отдел, при кафедре кого-то там, то мы когда пытались взять у них специалистов, у них там не было специалистов, но к ним обращался нацбанк для того, чтобы по какому-то там периметру, по-моему, коридору возить там ценности нацбанка. Служба доставки любая, причем даже внутри каких-то там, это может быть как в виде горничной официанта, да. В принципе, такое реализовано в мире. Или там в каких-то ресторанах есть такие, так называемые там подносы выезжающие, или даже роботы-официанты. Вот это может быть в отелях, в принципе, где служба доставки может... Может быть, не обязательно человек хочет, чтобы к нему заходил человек другой в номер. А робот заехал спокойненько, оставил там шампанское, цветы, мороженое и уехал. Ну, есть и совместное использование человека и робота. То есть, когда человек собирает какие-то комплектующие, к примеру, по складу, а робот выполняет только функцию перемещения. Вот это, ну, как бы, к области... Самый простой, да, метод, то есть... Это к области, собственно, просто улучшения труда для того, чтобы человек не перенапрягался в перемещении. Есть решение в DHL, допустим, там такая тележка, роботележка, она просто едет за человеком. Человеку не надо его нести, но он собирает, там, грузы в тележку. Он занимается только сбором, бросает грузы в тележку, а за ним она едет. Секрет названия, мы на Софиевской Борщаговке. СБ Роботик, слышал эту шутку на... Да, это можно сказать, Супер Бест Роботик, но, в принципе, вы правы, идея такая. Такая была. Совершенно верно, совершенно верно, я не буду это скрывать. Юрий, какие основные тренды сейчас в роботизации и какая динамика в мире у этого вопроса? Почему это вообще нужно? Вы знаете, сейчас вот китайский рынок рабочей силы, он не дешевый. Дешевый может быть узбекский или монгольский. Поэтому многие страны, Штаты, Европа, они переводят обратно свое производство в свои страны. Да, для того, чтобы пополнять бюджеты, для того, чтобы обеспечивать рабочие места. И роботизация, Дубай, складская, промышленная, вот эти руки, которые мы там обсуждали, она на самом деле удешевляет. Удешевляет, дешевые сейчас комплектующие становятся для роботизации. Поэтому они становятся дешевле не только китайцам, но и избеков и монголов. По вашему мнению, человеческий труд в тех направлениях, где он требует перемещения, комплектации, все заменится? Да, простой механической работы, естественно, заменится. Потому что он уже становится не настолько дешевый, как это делают роботы. То есть раньше был тренд, почему переносили? Потому что дешевая рабочая сила была в Китае. Но сейчас для меня новость, что она уже не такая дешевая. То есть там тоже начала увеличиваться себестоимость. Совершенно верно. Начинаю падать, да. Потому что это неизбежно. Это уже работает в развитых странах. Это придет к нам и приходит уже. И это тенденция как минимум на лет 10, 19, 20. Что будет с людьми, которые заменят? Ну это уже такие, знаете, я понял, это конспирологические такие могут быть исследования. Что будет с человеком дальше. Возможно, это будут просто люди, которые получают от государства какие-то социальные пособия. И роботы за них будут выполнять физические занятия. Знаете почему? Потому что на самом деле роботизация, она же не только в механическом труде сейчас. Сейчас есть роботы-юристы, которые формируют и отправляют, например, в суд иски. Например, один робот такой. Ну, робот как робот. Это компьютерная программа, которая заменяет, наверное, там с десяток тысяч юристов. И этот проект реализован, кстати. Да, вы знаете, да? Вот, то есть это могут быть и сейчас журналисты, да? Есть программы, которые там чуть ли не поэтами. Генерируют там. Да, да, да. То есть, может быть, человек не понадобится и в креативной области. Вот, то есть будут начальники, которые будут, ну, потому что они начальники, да? Начальникам нельзя. Начальникам, да, нельзя. И, в принципе, где роботам нельзя использовать, это может быть какая-то сфера там какого-то, не знаю, обучения, духовности. Хотя это тоже решаемо. Раньше мы думали, где нам можно использовать роботов, а сейчас мы думаем об обратном. А где же нельзя использовать роботов, да? Совершенно верно. Это я шучу, конечно. Но на этой философской ноте мы с вами прощаемся. Всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайкос. Скоро будет новое интервью. Захар, куда ты залез? Там спецификация до 300 килограмм. А ну десятку стоит, ты его сломал, валим отсюда. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok